И всем привет, ребят, с вами Сорбанька. Я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре то самое устройство, которое я уже обозревал. Но сегодня мы с ним ворвемся немножко с другой конкретикой и с другой информационной и игровой статистикой. Сегодня мы вместе с вами поговорим о рикошете Гелиусе. На сегодняшний день, по моему мнению, это самое сильное устройство, которое есть у нас в игре. Если акцентировать внимание именно на устройство. И даже гром с супер быстрыми снарядами, который жестко уносит противника на большом расстоянии, даже он, по моему мнению, не стоит рядом с этим устройством. Сегодня мы скатаем на нем один бой. Я выскажу все свое мнение, что я думаю об этом устройстве. И то, что я считаю, что это устройство должно быть занерфлено. И должно быть занерфлено в ближайшее время. Мы, конечно же, берем комбинацию в виде паладина, рикошета и кризиса. Именно этот дрон открывает новые возможности для этого рикошета. И на сегодняшний день этот дрон уже имеет большое количество игроков. Все те ребята, которые покупали танкофонд, любую спецуху хоть за 990 танкоинов, получили в свой гараж этот кризис. И полноценно уже могут его иметь даже в прокачке. Потому что скидочки у нас были. Но если вдруг у вас он еще не фуловый, либо вы его прокачиваете и думаете, с чем его реализовать, то вот вам полноценная комбинация, которая на сегодняшний день является, по моему мнению, лучшей. Просто лучшей, которая есть в нашей игре. И даже несмотря на то, что уже от рикошета безумно большое количество резистов. Я на этом рикошете, скажу вам честно, до этого момента, когда у меня еще его не было на основе. И когда я его реализовывал исключительно на своих пресс-аккаунтах, я считал его просто сильным. Просто сильное устройство. Я понимал, что за счет того, что за 7 секунд можно уничтожить любого противника, это может хорошо работать, но не придавало этому супер большого значения. И когда я на свой аккаунт получил это устройство с танка фонда и начал на нем играть на стримах, я просто офигел. Я офигел от того, что делает это устройство и насколько сильно оно может доминировать на практически любой карте в любом формате. И комбинация именно паладина плюс кризиса с этим устройством, то есть за счет того, что вы переключаете с дашки на ддшку в тех моментах, когда вам нужно наносить урон, она просто нереально жестко уничтожает любого. Просто любого. Даже если противник имеет резист, вы молниеносно надамаживаете его с дд. И чаще всего вылетает один хотя бы критический выстрел, и за счет него противник либо прожимает аптеку, вы ему сбиваете, вы его сливаете, либо же он не успевает прожать аптечку, и вы его просто уничтожаете. Сейчас мы сыграем одну, а может даже не одну катку в матчмейкинге. Очень сильно надеюсь на то, что у нас будут против попадаться резисты. Ну и вы, кто еще вдруг, может быть, не видел реализацию... Не понял, прикол, почему у меня аптека сначала не прожималась. Кто еще, может быть, не видел реализацию такой кабины, увидите, что она делает на карте и насколько эффективно она может быть реализована. От рикошета уже у нас против имеется три резиста, но, как я уже сказал, резисты от рикошета против этой комбинации это фигня. Это полная фигня, ничего здесь страшного нет. То есть вы можете на постоянной основе сливать эти резисты и даже не думать о том, что они могут как-то вам помешать, они как-то могут зарешать какой-то эпизод. В принципе, все это рабочее и, по сути, нет никаких проблем на уничтожение любого танка, который имеет даже резист 50% от вас. Если это легкий танк, то вы его спокойно сбриваете, если средний, то чуть потяжелее. Ну и если тяжелый, то там могут быть небольшие проблемы. Но если у вас, например, есть Сюбердрайв, который вы можете, например, реализовать, вот примерно так, да. То есть здесь уже идет акцент, конечно же, на иммунитеты от пробития. И если их как раз-таки нет у противника, вы начинаете жесткую, прям, ну реально жесткую доминацию над противником. Сейчас, конечно, здесь меня, ребята, чуть подрастерзали. Но это, по большей части, из-за того, что я еще полноценно-то не сфокусирован на игре. Да, то есть я стараюсь поведать вам все то, что я увидел за этот период времени, играя на этом рикошете. И эмоции, честно, меня безумно сильно переполняют. Но давайте уже чуть-чуть сконцентрируемся и попытаемся реализовать уже комбинацию. Больше будем накидывать урон, конечно же. Но не забываем про то, что надо каточку-то, конечно же, тоже попытаться выиграть. Наш тиммейт уже пытается увозить флаг. Ну и по траектории у него, конечно, не все супер круто. Хоперочек открывается, хорошо. Крит полторушечка залетает. Ну и там чисто уже добивочка есть. Мамонт тоже на респ. 1-0 повели. Хорошо. 15 килов у меня в катке 6 на 6. Да, то есть при этом у нас, вы видите, что 3 резиста есть, да. Ну, есть и легкие танки, да. Ну, в принципе, наверное, как и в любой матчмейкинговой катке. Еще одного молодого сливаем. Ну и пока что контролируем. 18 килов. 18 килов. 3,5 минуты прошло. Очень важно концентрировать свое внимание на овердрайве. И хоть и сейчас его забирает наш тиммейт, у меня уже как бы 70% есть. Может быть, даже это и лучше. Но стараться его контролировать, конечно же, тоже нужно обязательно. И сейчас мы попытаемся понакидывать урон. Ой-ой-ой, ничего себе. У нас чуть флаг не увезли, пока я тут балаболил. Так, ну и меня уносит. 20 килов. 4 минуты прошло. Так, давайте больше концентрации. Сейчас попытаемся выдать. Вас пытаются у нас увозить флажочек. Может быть, даже мне лучше попытаться чуть ближе к базе своей поиграть. Хотя, если у меня будет сейчас овердрайв, то открываться под противника все равно выгоднее. Все равно выгоднее. Так, хоперочек есть. Контактичек хочет разыграть. Хочет, ага. Хочет, хочет, конечно, хочет. Но не сегодня. Не сегодня, к сожалению, для него. Так, еще одного сбриваем. Ну, вот эта вот моментальная скорость и большое расстояние, но оно так жестко сочетается на этой комбинации. Ах, вот я столкнулся с резистом. Ой, не с резистом, а с иммунитетом. И иммунитетик, конечно, это та вещь, которая может, может законтрить паладина. Но, 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 я вам скажу, что даже при таком раскладе это ничего такого страшного. Просто я не знал, что у него есть рез. Если бы знал, что у него есть рез, может быть, чуть-чуть по-другому бы сыграл. Так, плак я вернул. Ну, и наш тиммейт, по идее, должен доставлять. Хорошо, хоппер сбриваем, который мог нашего тиммейта здесь унести. Так, ну и вот кэшбэковый овер, как раз то, что мне нужно. После того, как я не реализовал свой овердрайв. Так, шар от противника, но это супер поздний шар. Я успеваю забрать овердрайв. И 26 килов уже на этот момент. Я, к слову, не доставил ни одного здесь флага. И, ну и в принципе пофиг, по большому. По большому даже пофиг. Ну, не поставил, не поставил. Ничего страшного там нету. Нам главное, чтобы наша команда выигрывала. Бонус контролинг здесь работал. Эффективный. Так, ну и по-хорошему можно попробовать реализовать овердрайв. В принципе, у меня пол хп. Да, самое время прожимать овердрайв. И стараться уносить противника. Тот противничек, который открывается без иммунки от пробития. Который даже с резистом очень легко уносится. И нужно понимать, что это будет 6 на 6. Если бы здесь было бы побольше противников, то это было бы даже для меня, наверное, еще приятней. Так, а увозить-то будем или не будем? Так, молот уже аккуратненько пытается отыгрывать. Так, васпика мы тоже сбриваем. Ну и теперь работа по викингу. Хорошо, даже с сбитой расходкой мы все равно его сливаем. 35 киллов! Уже 35 киллов! Мне очень интересно, сколько я за этот бой вообще их сделаю. Ну и если бы еще здесь резов бы не было, то это вообще была бы ужасная вещь. Но резы, резы резами, но они не помогают. Они не помогают. Как бы вам сильно не хотелось, чтобы они помогали, они не помогают. И очень большое количество... Вот единственное, что может еще помочь, это рез плюс броненосец фуловый. Вот рез плюс броненосец, он может помочь. Но и то, и то, и то. Не всегда и не во всех моментах. Бывает, что даже и броник, и рез не спасают. Вот этого жесткого рикошета. И он даже может перегревать вас. Чистую. Так, счет нас устраивает. Поэтому мы больше акцентируем внимание на киллах. И на тех противниках, которые пытаются проезжать на нашу базу. Отлично, васпик здесь открывается под меня. Еще один васпичик есть. Еще по одному накидываем. То есть просто плотно играем в средней зоне. Чтобы противник особо сильно не открывался под нашу базу. Блин, сейчас чуть-чуть мне урона не хватило. Но может быть мы исправим сейчас эту ситуацию. Хорошо. Так, есть рез, который начинает... Блин, с ДД начинает. Ведь можно было его успеть слить, пока у него была только ДДшка. Но я этого не успел, к сожалению, сделать. Наш тиммейт уже увозит флаг. И противник тоже пытается уехать с резиста. И с бомбочкой, отлично. Отрабатываем по нему. Так, овердрайв или что там? Хорошо, добиваем. 4-0. 4-0, 7 минут до конца. Шикарно, шикарно. Овердрайв сейчас уже совсем скоро будет у меня. Так, мамонту неплохо так навешали. Без аптечки остается он. Так, прыгаем под вас по изиду, который пытается дефать. И я думаю, что можем вжимать овердрайв смело. Выкатывать под мамонта. Разыгрывать еще здесь. На урончик. Так, выпадает центральный овердрайв. Мне не нужно особо сильно здесь торопиться. Потому что я хотел бы... Ой-ой-ой, хорошо, шикарно. И овердрайв забрали. Я бы хотел, чтобы мы здесь полную катку сыграли. Так, и вражеский арес. Ничего сделать тоже не смог. 900 очков. 40. 48 килов. 48 килов за 9 минут. За 9 минут. Так. Есть возможность накидать в парицу. Отлично! Против резиста, который прожал ддшечку. Супер. Супер. Пробуем добавлять. Хорошо. По воску еще доработка. Ну и тут теперь... Уже мы точно уходим на резку. 51 кил. На этот момент. Ну очень жестко. Ну прям безумно. Честно, я поражаюсь от того, как можно сделать такую инбу. Да, то есть я не говорю о том, что типа, ну... Оно супер там жесткое там или еще. Но оно понятное дело, что оно супер жесткое. Я просто поражен от того, как такое изначально можно сделать. Да? И то, что... Какое количество игроков могло катать на постоянной основе на этой имбе. То есть вы знаете, что это устройство было у нас в ультраконтакт. И по сути... По сути на этом устройстве... Ну вот я особо большого количества не видел игроков до получения в танкофонде его. То есть я не видел, чтобы большое количество игроков на нем играло. Да? Но если бы, например, у меня бы на тот момент было бы это устройство, да, и я бы на нем играл ежедневно, я... Ну думаю, что, наверное, видел бы их чаще точно, этих рикошетов-гелиусов, да. И насколько было бы еще сильнее играть на этом устройстве на тот момент, когда резов от рикошета не было. Их просто не было, да. То есть сейчас практически в каждом бою стабильно там полкоманды, бывает даже больше половины команды, имеет рез от этого рика. И кто даже там рез не спасает. А если играть по безрезу, да, то есть постоянно накидывать урон, супер-супер быстро давая киллы, да, и еще... Ну как бы разгоняя постоянно свое устройство, разгоняя, да, то есть у вас всегда постоянный разгон за счет того, что вы бьете по безрезу и максимально быстро даете эти киллы. Да, то есть сейчас это сделать чуточку тяжелее, но оно все равно супер жесткое. Я, я, честно, я жду, когда его занервят, потому что я, ну, хоть и играю, ну, просто 24, вот все, что я играю, практически я играю именно на нем. Ну, за исключением, наверное, если меня запикивает васаду, тогда я беру арес огром, потому что это тоже хорошее устройство на грома. Но оно просто хорошее, да, то есть оно не супер-мега жестко имбовое, да, оно просто хорошее, в хорошем балансе. И для грома я раньше играл, например, на адреналине, да, сейчас есть устройство, с которым, если правильно и грамотно играть, вы можете просто иметь дополнительный буст, да. А здесь, ну, вам ничего сверхординарного иметь не нужно, это, во-первых, делать тоже особо сильно ничего не надо. Все, что вам нужно, это, ну, чуть-чуть половить тайминги, чуть-чуть попрожимать овердрайвы, иногда можно даже коряво прожимать их, примерно как делаю это я. И спокойно реализовывать бою-комбинацию. Мы делаем досрочку за 12 минут барабанная дробь 68 килов за 12 минут. То есть, по сути, я в этом бою мог дать, ну, где-то, наверное, 90 килов. То есть, у меня еще было 3 минуты, ну, 20-ку, да, то есть, 20 килов я мог еще успеть сделать. Это ужас. Поэтому все, что я вам могу сказать на сегодняшний день, если у вас это и есть комбинация, а я знаю, что у многих она есть, и почему-то вы до сих пор на ней не катаете. Я не знаю, почему вы не катаете. Но почему вы не катаете на такой лютый имбир? Если вы заходите на реки и смотрите, что там есть риэзу, вообще пофиг. Просто без разницы на тебя резист. Берете рек, если у вас есть кризис, до свидания. Просто до свидания. Без кризиса устройство показывает себя хуже. Это факт. Потому что здесь при прожимании, то есть, вы жмете ДД, вливаете за 2 секунды полный баллон, нанося где-то около 4000 урона. Потом пережимаете ДА-шку, ждете пару секунд и опять тушите ДД-шку. То есть, по вам минимальное количество урона проходит, а вы наносите максималочку. Плюс и на средней дистанции, и на большой дистанции. Это везде работает. Просто везде работает. Ну и, понятное дело, что другой дрон покажет себя хуже. За счет того, что у тебя супер быстрый заряд и максимально быстрый урон. То есть, за счет этого очень эффективно переключаться с ДА-шки на ДД. Но, даже если у вас нет кризиса, это устройство все равно можно очень круто реализовать. Против резов будет уже тяжелее, но по безрезу это без шансов. Просто без шансов. И самое главное, в этой всем комбинации это паладин. Это тот корпус, который дает вам под овердрайвом 20 секунд пробития любого танка. И даже если у них есть резисты, даже если у них есть броники, если нет просто иммунитета от пробития, без шансов уносите и разваливаете. Поэтому, я очень сильно надеюсь на то, что уже в ближайшем будущем это устройство занерфит. Потому что я считаю, что такого жесткого дисбаланса не должно быть. Ну не должно быть. Я знаю, что у нас либо устройство бывает супер жесткий, либо из супер жесткого они сразу превращаются в полный хлам. Я очень сильно надеюсь, что с этим устройством оно просто встанет в баланс. Потому что сейчас вот у нас есть баланс, есть шляпа усатая, а есть супер жесткая вещь. Вот сейчас оно в супер жестком, и надо, чтобы оно просто встало в баланс, в серединочку контентовую. И тогда будет все идеально. Пишите, что вы думаете по поводу рикошета. Очень хотел бы узнать ваше мнение, согласны ли вы с моей точки зрения. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а и так, еще не прощаемся. Не забываем, конечно же, про тег-создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный, так это ТегТимП. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрыше есть в описании. Ну а теперь у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.